Привет, меня зовут Сабина Бакаева, это газета УЗ. Мы находимся в Институте физика Солнца. Сегодня здесь состоится знаменитая вечеринка Boiler Room. Это выступление диджеев и артистов, которые играют электронную музыку. Все началось в 2010 году в Восточном Лондоне. У группы друзей был доступ к складу, в котором находилась котельная, то есть бойлерная. Отсюда и название. Они собирались каждый вторник и играли музыку. Однажды решили, раз у них есть друзья-диджеи и музыканты, нужно устроить трансляцию в интернете. Ребята прилепили к стене обычную веб-камеру. Так и начались трансляции. Аудитория проекта росла очень быстро. Сегодня в разных городах мира ежемесячно проводится более 30 концертов. За 12 лет вечеринки состоялись в более чем 200 городах мира. А сегодня Boiler Room впервые состоится в Узбекистане. Это первое подобное мероприятие, которое проходит в Институте физика Солнца. Добро пожаловать в Институт материаловедения Академии наук. Наши правильные названия. Уникальный научный объект физика Солнца. Таких объектов всего в два в мире. Один во Франции, другой в Узбекистане. Одна из наших целей – это развитие научно-просветительского туризма. Каждый, кто приезжает сюда, обязательно интересуется, а что за объект, чем занимается тут, какие достижения имеются, кто-то отработал, откуда такие идеи. И таким образом мы начинаем распространять саму идею науки. Очень многие молодые ребята, школьники, студенты, приехали сюда, узнают, что преподают у них в классах или в аудиториях, потом начинают заниматься и интересоваться наукой. Это ваш первый бойлер-рум? Логично, да. Ну, вдруг вы где-то выступали еще? В бойлер-руме только первый раз. Где вы выступали на мероприятиях подобного масштаба, может быть, или чуть поменьше? Мок-фесты, тинчи, бахор-весна. Артистам бойлер-рум платят за выступление? Нет. Все на энтузиазм. А почему вы тогда согласились? Бойлер-рум бесплатно не проводят, бесплатно мы играем. Что вам это дает? Узнаваемость и опыт. Первый бойлер-рум? Ну, наверное, да. Почему все так отвечают? Ну, потому что еще не было бойлером в Узбекистане. А вас не могут пригласить куда-нибудь в другую страну? Могут, но пока, наверное, нужно локальную сцену укрепить, чтобы приглашали в другие страны. Узбекистан. 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 А как вы попали на бойлер-рум? Как они на вас вышли? Это же ребята из Лондона выходят? Нет, организовывала лейбл «Сублимация». Они выиграли грант в бойлер-рум от своего лейбла. И пригласили меня как одну из участниц вообще андеграундной сцены Ташкента. Я не люблю отвечать на такой вопрос, потому что обычно я играю то, что у меня выходит из души. Уилл сказал, что вы подавали заявку. Можете рассказать, пожалуйста, как это было, что это за программа? Программа называется Broadcast Lab. И она для тех частей мира, которые еще неизвестны для бойлера и которые могут ему открыться. Мы написали огромный проект, где мы уже указали о том, что мы хотим использовать институт солнца. Как одну из локаций и вторая локация должна была быть музеем прикладного искусства. То есть у нас это видение было где-то, наверное, полтора года назад уже. Мы написали проект, отдали его бойлеру. Они были в восторге, им очень сильно понравилось. Они никогда не видели ничего подобного. Они никогда не проводили мероприятия в таких местах. И когда они приехали, они уделились еще больше. То есть им показалось, что это просто что-то невероятное. Это не в этот раз? Нет, в этот раз. Нет, вот в этот раз, когда они приехали. И суть в том, что на самом деле это очень... Я продолжаю это говорить, что бойлер, получается, дал деньги для того, чтобы приехать сюда в Узбекистан и провести это здесь, потому что им настолько это понравилось. Чем выступление на бойлеру отличается от выступлений, например, в клубах? Ну, во-первых, это площадка онлайн, которая имеет довольно большое количество подписчиков и идет трансляция на весь мир. А если мы говорим о каком-то локальном клубе, ну, то есть, естественно, это освещение... Если, тем более, это о клубах Узбекистана, которых нету, наверное, уже должно быть понятно. То есть вам в Ташкенте негде выступать. Мы делаем локальный ивент, но, опять же, это не про клуб. У нас нет клубов. А про что это? Мы делаем ивенты на разных локациях. Типа стихии. Нет, не типа стихии, но это очень глупый вопрос. Ну, просто, если я сейчас буду углубляться в то, что такое клуб и что такое стихия, это... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я читала, что на других площадках артисты, которые выступают на бойлер-рум, могут играть то, что нравится зрителю, а здесь они играют то, что нравится им самим. И в этом отличие бойлер-рума от других площадок. Не знаю, я всегда играю то, что нравится мне, потому что мне хочется показать то, что я несу. Главное, не облажаться. Не, на самом деле здесь больше такой психологический момент, потому что обычно, когда ты играешь на своих ивентах, ты больно себя спокойно на самом деле чувствуешь. А здесь, поскольку какой-то ажиотаж, ты себя начинаешь как-то подкручивать, а потом с другой стороны смотришь, ну, как бы, это такой же ивент. Это ваш первый бойлер-рум? Это первый бойлер-рум, да. На котором вы присутствовали и вы его сами сразу организовали. Абсолютно верно. Круто. Молодцы. Спасибо вам большое. Здорово получилось вам. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok